Так, друзья, у нас сегодня 13-я часть цикла лекций Дао-Дода. И сегодня будет достаточно большая, я думаю, что интересная лекция. Я его фокусно посвятил нашему кейсу в Китае, истории в Китае. И я вкратце затрагиваю Китаю, когда говорил про стратегию. Но сегодня я хочу прям детально рассказать, как мы выходили. Это была очень, достаточно длинная история, которая стоила нам много денег, дала много опыта. Там было много разных пивотов, инсайтов. И в целом, я думаю, что это очень сильно все повлияло на развитие компании. Все началось весной 2015 года. Мы тогда активно развивались в России. Мы приняли решение открывать пиццерию в США. И в конце 2014 года я получаю письмо от российского предпринимателя, который уже порядка 7 лет к тому моменту жил в Китае, в провинции Шаньдунь, напротив Южной Кореи. Такая северная провинция в городе Янтай. Предпринимателя звали Андрей и зовут Андрей Прохорович. И Андрей меня стал, предложил запустить Дода-Пиццу в Китае. Он предложил, что он станет партнером в Китае. Я, конечно же, мы когда не были готовы к открытию в Китае, я сразу же отказал от открытия. Но Андрей начал убеждать, что у него будет большой фокус, у него есть ресурсы, мы в целом ничем не рискуем. И предложил встречу личную. И вот весной 2015 в Москву приехал Андрей и его партнер Джан Джан Джун, китайский бизнесмен, партнер Андрея в других проектах. Собственно, мы хорошо очень поговорили и в итоге приняли такое эмоциональное решение, чтобы пробовать выйти в Китай. Опять же, тогда казалось, что это не таких серьезных рисков для компании, это ресурсы, в первую очередь, Андрея и партнеры. Вот началась наша в начале 2015 года китайская история. Вот этот таймлайн будет сейчас наполняться событиями. Город Янтай – это относительно небольшой город по китайским меркам, там всего лишь живет 3,5 миллиона человек. Это действительно небольшой город для Китая, это даже не центральный город провинции. В провинции Шаньдунь есть центральный город Циндао, это такая столица пива китайского, там была раньше немецкая концессия в Циндао. И вот город Янтай. Я отправился сразу же, как мы ударили по рукам, исследовать рынок. Впервые я побывал в Китае, вот фоточки из моего инстаграма, как я исследовал город. Город поразил, несмотря на то, что это не самый развитый город Китая, но в тот момент он даже поразил, насколько Китай быстро растет, как растет потребительский рынок. И вот уже в июне 2016 года мы запускаем первую пиццерию в Китае, в городе Янтай. Вот вы видите меня на открытии готовящего пиццу, и счастливый Джан Джин Джун пришел на открытие первой китайской дуто-пиццы. Собственно, вот у нас практически год ушел на то, чтобы запустить пиццерию. Пиццерия запускалась полностью силами партнера, мы участвовали в адаптации, мы могли бы запуститься, думаю, что быстрее. К сожалению, у партнера не было 100% фокуса на пиццерии, все-таки была какая-то отдельная команда, у него были еще другие бизнесы. В тот момент это был 100% импорт модели из России, то есть мы сразу же обговаривали то, что у нас нет ресурсов для того, чтобы как-то адаптировать. Мы просто на свой страх и риск переносим модель, которая у нас развивалась в России, в Восточной Европе тогда, в Китай, и смотрим, как это работает. После этого начинаем дорабатывать и улучшать. Первые продажи были достаточно скромными. Вы видите выручку в долларах для пиццерии в среднестатистической на российском рынке. Это очень скромные продажи. И к осени 2016 года стало понятно, что партнер не погружается все-таки в бизнес, и нашли некие договоренности, что он сможет перейти фокусно заниматься в пиццерии. В реальности это не получается. Как-то требовать радикально было бессмысленно, было просто понимание, что партнер не погружается, маркетинг реализуется очень плохо. У нас не было фактически отдельной команды, которая бы фокусно занималась Китаем. Партнер изначально планировал взять все эти задачи на себя, но они все реализовались очень некачественно. И тогда, понимая, что это большой рынок, что мы уже там находимся, и будучи такой молодой компанией, которая легко очень принимала решения, мы решили отправить в Китай собственную команду. И вообще поняли, что необходимо присутствие, чтобы преуспеть на таком рынке, как Китай, который вообще тотально не похож на все, что есть вовне, суперконкурентный. Нужно понимать китайскую культуру, китайские вкусы, очень много просто бытовых каких-то ограничений, находясь далеко. Ты просто даже не понимаешь, как переводить, как там работают, допустим, агрегаторы, как там работают цена образования. И понимая, что партнер сам это не вытянет, и мы уже там находимся, нас как бы втянули в эту игру. Ну, конечно, тут в первую очередь наша ответственность, моя ответственность, но у нас, по сути, два решения. Либо, ну, если говорить грубо, забивать и оставлять все как бы на партнера, и там как получится, либо действительно с ним браться. Мы решили начать инвестировать. Для этого нужно было погрузиться, и мы собрали команду, первую китайскую команду, которую возглавил Денис Чернобаев. Он тогда только присоединился к компании, пришел из компании Mars. Я Денису предложил достаточно быстро погрузиться вообще в бизнес, и при моем участии, при моем поддержке в проекте возглавить китайский стартап, поехать непосредственно в Китай. Мы собрали команду, в которую вошел вот Руслан Северинов. Руслан сейчас работает в компании, занимается СММ, вы знаете. Также в команде присоединился Евгений Григонович, это наш один из первых шефов в R&D, задача которого была кардинально улучшить меню, новая процесса на кухне. И еще присоединился Майк, Семен Болотов, известный в компании как Майк, который стал первым китайским нашим дизайнером, отвечал долгое время за весь китайский маркетинг. Ну и собственно, вот в 2016 году высаживается команда из России, и мы начинаем очень активную работу на, по сути, на поле партнера, на пиццерии партнера по улучшению маркетинга, продуктового, рецептов. Значит, мы запускаем новые продукты, адаптируем Додстер, адаптируются все инструменты, которые дает Додаиз, система мотивации, трекинга. И Денис с командой, с Русланом просто заряжают какой-то невероятный активный маркетинг. Значит, они делают, поют песни в пиццерии, значит, раздают листовки, сами доставляют пиццу, делают робота из коробок, чтобы привлечь внимание. Значит, запускают детские мастер-классы. И действительно, у нас начинает расти выручка, у нас появляется очень много хороших отзывов. Вот, например, письмо от маленького китайского гостя, который, значит, на английском, значит, написал нам, как ему нравится пицца. Мы проводим в феврале первый масштабный день пиццы в Янтае. Приходит очень много гостей, студентов, ажиотаж. На самом деле, еще до открытия выстраивается очередь, вы видите, на фотографии. Я приезжаю на пиццу, мы готовим пиццу. Вот Денис там занимался в этот момент маркетингом. Все это дало очень серьезный рост, серьезные результаты. У нас начала расти выручка. Нас признали лучшей пиццерией на доставку на районе. Мы работали в Китае с агрегаторами. Вот один из китайских агрегаторов LMA, значит, вот вручает нам сертификат. И, конечно же, все эти усилия приводят к результату. И в марте 2017 года, скажем, еще года не прошло с открытия первой китайской пиццерии, она добивается положительной EBIT, положительного финансового результата с EBIT 23%, что в целом является очень хорошим показателем для нашего бизнеса за счет вот этой активной роста выручки. В этот же момент в декабре 2016 года открывается пиццерия вторая в Китае. Я о ней не сказал, но когда мы объявили о том, что открываемся в Китае, и начали проект по адаптации туда из рецептов, мне написал, нам написал еще один предприниматель из Китая, также гражданин России, который давно русский, который давно жил в Китае, это Михаил Крапанев, который был китаистом, работал в крупном очень городе Ханчжоу. И он предложил также запустить пиццерию в Ханчжоу. И мы, понимая, что мы адаптируем сейчас все для Янтая, для того, чтобы как-то захеджировать риски, в том плане, что два партнера – это уже два разных теста, два разных человека. Значит, мы принимаем решение запускаться в том числе и в Ханчжоу, сказав Михаилу, что это серьезные риски, никто не знает, как это сработает, это полный импорт, экспорт модели на китайский рынок из России. И вот в декабре 2016 года открывается небольшая пиццерия в Ханчжоу. Значит, она начинает работать и развиваться параллельно с нашей пиццерией в Янтая. У нас в момент роста были такие очень оптимистичные ожидания от Китая, то есть у нас начала расти выручка. И в целом было ощущение, что модель работает, и в Ханчжоу, и в Янтая – это были небольшие пиццерии с небольшими залами. Обе пиццерии были двухэтажные, это очень типично для Китая, когда помещение с очень высоким потолком, строится второй этаж и делается такая андресоль. И там был небольшой зал и доставка. И, собственно, в обоих пиццериях достаточно хорошо, ну, скажем так, были заказы в зале, и через агрегаторы в основном были заказы на доставку. И у нас было достаточно такое оптимистическое ожидание от рынка. Денис в тот момент в январе делает очень оптимистичные планы, да, собственно, амбициозная цель, как мы любим, что открыть… Ну, для Китая, опять же, все умножается на 10, как правило, да, в ожиданиях, что все понимают, что большие города, много людей, много возможностей. И вот этот рост, конечно, дал нам вот эти вот ожидания. Ну, как оказалось, это все было преждевременно, а рынок оказался гораздо более, значит, сложен, да, и непросто, как могло показаться. Каким выводом мы начали приходить к весне 2017 года, что нам стало очень сложно развивать… Мы понимали, что развивать продукт и бизнес руками партнеров очень сложно, потому что пиццерия не наша. Любое, скажем так, попытки улупить маркетинг, проинвестировать как-то более долгосрочно в сервис, в продукт, все упиралось в сложных коммуникаций с партнером. Если с Андреем в Янтай у нас всегда были очень хорошие взаимоотношения, с Михаилом в Ханжоу было сложнее, потому что в целом, ну, это можно, безусловно, понять, да, партнер-предприниматель, что количество ресурсов, которое у него было, он инвестировал в собственные деньги, оно ограничено, и мыслить так долгосрочно, смотреть дальше, как мы инвестировать в продукт, было сложно. У партнеров всегда некое свое видение, и стратегический взгляд он может расходиться. Мы считали, что нужно больше фокуса на операционку, Михаил считал, что нужно больше качать бренд. Короче говоря, мы поняли, что в целом что-то сделать сложно руками партнеров в продукте, и что у текущих партнеров это все-таки небольшие предприниматели, которые были ресурсом на открытие одной пиццерии. И то это все было сделано достаточно, скажем так, на сухом пайке, экономно. Что ресурсов для того, чтобы строить сеть, и пока еще модели нет. То есть ждать, пока модель сложится, когда будет сеть, у этих предпринимателей, конечно же, нет. И мы попали в такую ситуацию, что вроде как бы мы уже на этом рынке, мы не можем сильно повлиять, потому что мы делаем бизнес собственными руками, у партнеров текущих нет ресурсов, оставить уже их нельзя, когда они уже там есть, и при этом развиваться как бы очень сложно. И нам нужно фактически либо уходить с рынка, но партнеры уже вышли, да, они когда-то не взяли на свой риск, как бы, да, значит, приняли это решение, но мы уже там находимся. И есть какая-то моральная ответственность всегда перед партнерами, хотя, опять же, всегда были договоренности, что, друзья, это бизнес, и никто не знает, как это сработает. Либо нужно открывать собственный корпоративный бизнес, чтобы создать модель, показать кейс, как-то серьезно начать вкладываться в рынок. Но мы поняли, что нужна собственная пиццерия в Китае, тогда вот первые к этому пришли, потому что рынок настолько особый, он не фантастически особый, да, то есть там люди тоже едят, и люди в целом, ну, везде люди. Но он, конечно, наверное, самый особый, если взять вообще мировые рынки, и для того, чтобы даже просто проработать все детали, даже если концепция не меняется, ну, в деталях она как бы разная, нужно иметь собственный бизнес, где ты можешь это менять, даже просто работать с людьми, с пиццемейкерами, там, с доставкой, там, и так далее. И мы пытаемся найти весной 2017 года помещение в Шанхай, Денис отправляется в Шанхай, но понимаем, что это очень и очень дорогая будет история для нас, открытие пиццерии. Мы все взвешиваем, смотрим еще на продажи, мы понимаем, что как только мы, вот этот фокус, знаете, таких сверхусилий команды, ну, команда делала реально сверхусилия, когда приехал в Гентай, как только фокус сверхусилий пропал, продажи начали падать, потому что рынок настолько конкурентный, что как только потребитель, значит, количество контактов, там, рекламных каких-то активностей уменьшается, внимание начинает рассеиваться, потому что очень большая конкуренция, и если у тебя нет какого-то прям вот established бренда мощного, да, то у тебя начинает, соответственно, ты начинаешь терять потребителей, терять гостей. Собственно, и продажи начали снижаться. Ну, а продажи Ханчжоу, они в целом всегда были, ну, примерно в два раза меньше, чем в Гентайе, потому что это город с большей конкуренцией, менее, опять же, активный партнер, которому, ну, меньше помогали, да, то есть, как бы, больше было у партнера. Ну, вот вы видите, это сравнение пиццерии в Гентайе и в Ханчжоу, в Ханчжоу практически в два раза меньше, это сравнение именно по месяцам, по первым месяцам, ну, то есть не в первый месяц работы обоих пиццерий, во втором месяце работы обоих пиццерий. Наш партнер действительно пробовал, пытался продажи поднять, его основная ставка была на то, что нужно в Китае качать бренд, нужен какой-то хайп, нужно вот это восприятие, что это классный западный бренд, но, опять же, когда это одна пиццерия, даже если у тебя есть какая-то хорошая, качественная имиджевая реклама, это капля в море, да, это не влияет на рынок, мы все-таки на массовом рынке, но я вам покажу два прекрасных ролика, которые делал Миша с командой про нашу, посвященную первой пиццерии в Ханчжоу. Продолжение следует... Продолжение следует... Пицца была очень плака, хорошая работа. Собственно, Михаил с командой делали мастер-классы и какие-то мероприятия, но, опять же, на массовом рынке при такой конкуренции этого недостаточно. То есть, условно, мы же все-таки... Наш бизнес – это такой системный сетевой бизнес, а не какое-то уникальное заведение. Вот. И еще одну минутную рекламу вам покажу. Это такой милый рождественский ролик, просто вот очень кавайный, который команда сделала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такие милые ролики делали в Ханчжоу. Вот. И, собственно, что мы имеем к лету 2017 года? Мы понимаем, что нужно, чтобы в Китае преуспеть запускать собственный корпоративный бизнес. Нам очень сложно руками партнеров что-то менять, улучшать, а для этого рынка нужно серьезно подойти ко всему. Мы понимаем, что открытие пиццерии в Шанхае стоит очень больших денег, и мы не сможем потянуть, понимая еще, да, что это 2016 год, и управляющая компания до сих пор убыточно. Мы финансируем проект... Ну, то есть мы вообще в целом как бы финансируем развитие IT, разработку у нас развивается в целом, команда, мы активно выходим в Москву, бьемся за московский рынок, у нас есть пиццерии в США, то есть у нас огромное количество туда, куда нужно инвестировать, нужно что-то принимать, от чего-то отказываться. Мы понимаем просто, что мы не потянем, это может покупать компанию, мы принимаем решение. Собственно, вот видите, да, что мы как раз в самый период Китая, у нас вот расходы и доходы, наибольшая дырка была, да, то есть дефицит, это вот график, который показывает наши расходы и доходы, и вот только в 2018 году мы вышли в прибыль, и прибыль начала нашего увеличиваться. Собственно, ну и мы принимаем решение летом 2017 года с Денисом, сложное решение возвращать команду в Россию и фактически оставлять наших партнеров, поддерживать их из России, оставлять их один на один с бизнесом. Собственно, была такая договоренность, и, значит, потому что мы, в принципе, не могли себе позволить, ну, то есть мы понимали, что мы без собственной, как бы, розницы ничего не сделаем, ее позволить сейчас не можем, а находиться там просто для поддержки партнеров, и просто если это не дает результатов, это бессмысленно. Собственно, команда возвращается в Россию, тогда, кстати, наша китайская сотрудница, которая у нас очень долго проработала, Пэти Чанчань, как еще Пэти по-китайски зовут, она тоже приехала в Россию и работала в нашем московском офисе, мы поддерживали наш китайский бизнес, но из России. Ну и, собственно, летом 2018 года, мы практически там год, как бы, отсутствовали в Китае, но, опять же, менялась ситуация, менялись наши понимания по деньгам, значит, мы тогда привлекли в последний раз инвестиции, которые до выхода в прибыль, да, понимали, что у нас есть определенный запас денег, что мы сейчас уже выйдем в прибыль, она от нас убегала, вот, плюс мы некий, как бы, скажем, такой переваривание опыта в Китае дало определенный инсайт и, собственно, картинка сложилась, появилась идея, концепция, с которой, значит, можно было выйти в Китай, я приехал с этой концепцией из Китая, помню, что убедил Кирилла Верпаева, которого сложно достаточно каких-то рискованных историй затянуть, но он поддержал, значит, потому что была очень интересная стратегия, очень интересная идея, с которой мы решили заходить в Китай. как раз собственным корпоративным бизнесом. Сейчас я расскажу вам, собственно, что из себя представляет идея, в чем она заключалась. Смотрите, западные бренды, развитые, да, которые появились за много десятилетий до Дуду Пиццы, построили большие бизнесы на очень развитом, большом рынке в Америке, они приходили в Китай четко со своими моделями, они ничего не меняли. И им было достаточно тяжело, сейчас расскажу, почему, но у них были ресурсы, у них был капитал, много капитала, да, они могли прийти со своей моделью, и они были готовы к тому, чтобы годы терять деньги, фактически обучая рынок своей модели, строя рынок, они могли убеждать крупных партнеров, в том числе и китайских, инвестировать, потому что у них уже был какой-то за ними, значит, история успеха, да, какой-то большой рынок за это. Но почему им было сложно? Потому что, смотрите, китайский рынок, он вообще очень быстро развивающийся, в Китае, за счет того, что там технологии пришли сразу, когда, в принципе, ничего не было, там все очень быстро диджитализировалось, китайцы вообще в целом, культура очень быстро принимает инновации, очень быстро все развивается, то есть там сети растут, которые в Европе растут десятилетиями, в Китае там за год вырастают, они все очень быстро делают. И в Китае все очень быстро, новая экономика выросла, и, собственно, Китай – это рынок побегивших агрегаторов, то есть рынок поделен между доставки, между огромными агрегаторами, которые вкладывают очень много денег, в завоевании рынка, конкурируют между собой, и фактически для западной модели доставки пиццы, которая появилась еще до появления агрегаторов, и Доминос, и Папа Джонс, и Пицца Хат, все появились до агрегаторов, и создали бренды до агрегаторов. В Китае они пришли, когда уже агрегаторы были, фактически, либо одновременно, но агрегаторы выросли, и вот эти агрегаторы – это экзистенциальная, то есть угроза существования, в принципе, бизнеса доставки пиццы, потому что когда агрегаторы монопольно контролируют рынок, то любой игрок, который начинает работать с агрегаторами, он начинает максимально от них зависеть, тем более, если у него нет бренда, потому что агрегаторы делают все, чтобы выкачать тебе как можно больше денег. Для того, чтобы, в принципе, тебя увидели, ты должен платить, чтобы попасть в выдачу, ты, соответственно, должен платить за рекламу, ты должен платить за скидки, ты должен платить за доставку. И если у тебя нет ресурсов, чтобы строить бренд, ну, типа, вот Доминус пришел в Китай со своей моделью, и они начали просто, они сейчас, кстати, выходят или вышли уже на IPO, они с его дубились, они десятилетиями просто открывали точки, чтобы появляться вот везде, они были сначала убыточными, люди их видели, и потом они формируют бренд, и уже бренд начинает работать, да, то есть люди, во-первых, ставят приложение, во-вторых, и в агрегаторах начинают искать именно Доминус. Но когда у тебя нету этих ресурсов, чтобы в онлайне, в доставке тебе создать бренд, у тебя нет возможности такой, да, потому что как бы там все контролируется, как я так. Мы попытались выйти с некой тоже западной моделью доставки пиццы, ничего не меняя, мы поняли, что в принципе, если приложить суперусилий, ресурс, это может работать, да, но все равно это будет немножко против ветра идти. Мы же хотим по волнам ехать, мы хотим все равно иметь, чтобы продукт имел какие-то преимущества. И, собственно, я начал думать о том, что нам нужна концепция, которая позволит строить бренд, набиться рынке в условиях доминирования агрегаторов. А каким образом? Смотрите, нам нужна какая-то партизанская модель, которая позволит прорасти фактически на асфальте, то есть вот как-то закрепиться на рынке. И идея была в чем, что если онлайн уже занят, то нужно как-то научиться выживать в оффлайне, то есть открывать очень эффективные пиццерии в оффлайне, которые будут выживать, их будет много, и дальше, собственно, через оффлайн создать бренд в онлайне. То есть когда ты есть везде, в физическом мире, то есть условно говоря, смотрите, в онлайне, мы в принципе так же и пошли в России, потому что мы начали открывать заметные пиццерии, и агрегаторы, которые контролируют трафик в онлайне, они же не контролируют оффлайн. Если ты встал на улице, у тебя бренд заметен. Если у тебя в онлайне, тебе нужно постоянно рекламу покупать, а у Delivery Club с Яндекса у них гораздо больше возможностей рекламу покупать. Плюс есть трафик свой какой-то. И поэтому наш ключ к успеху это оффлайн. И я стал думать, окей, нам нужно создать для Китая какую-то модель, которая будет очень хорошо работать в оффлайне. Точки начнут открываться, дальше начнет расти доставка, потому что как бы будет проявляться бренд. И собственно, как быть представленным в оффлайне? Открывать классические пиццерии, типа там пицца-хат с официантами, это не наш путь. Ну почему не наш путь? Потому что это не наш бизнес, это супер конкурентная история, потому что пицца-хат, когда она открывает, пицца-хат есть два формата. Есть пицца-хат экспресс, это типа доминос, и ну такой, чисто доставка. И есть пицца-хат ресторанов. И пицца-хат ресторанов находятся стратегически в самом опасном положении, потому что их, с одной стороны, значит, это и не премиальный ресторан какой-то, да, их постоянно атакуют всякие сети, которые более маленькие, более атмосферные, там, да, собственно, пиццерийные, потому что в сетевом формате гораздо сложнее атмосферу поддерживают, да, вот. И при этом это вроде как бы не фастфуд, да, и поэтому им сложно. И пицца-хат, когда пришли в Китай, они открывали большие рестораны, где, кстати, продаются все, там, и стейки, там, это просто рестораны западной еды. Они просто пришли в нужное время, и поэтому они создали, как бы, я не скажу, что она имеет какую-то стратегическую перспективу. Короче, идти в рестораны, это точно не наша история. Папа Джонс, помните, что он попытался создать рестораны, то есть в России у них были официанты, посуда, в Китае то же самое, кстати говоря, в Китае то же самое, но это, понимаете, это не до ресторанов, то есть ты как бы и не, значит, можешь не конкурентен с точки зрения нормальных ресторанов, и ты вроде как бы не фастфуд, ты уже бы завысил ожидания. Поэтому нам нужно было идти в квик-сервис, то есть в фастфуд, там быстрое питание, фастфуд негативную коннотацию, да, быстрое питание, то есть что-то более, значит, демократичное, быстрое, и нужно создать формат для пиццы, но как его сделать, и тут мы, собственно, пришла идея соединить, значит, новую технологию с нашей концепцией, то есть взять римскую пиццу, которая появилась тогда в России, да, что такое римская пицца? Это предвыпеченная основа для пиццы, которая начиняя, она уже как бы выпечена в специальном цеху, заморожена, дальше она в пиццерии начиняется начинкой, пропускается очень быстро через печь, быстрее, и, собственно, не надо раскатывать тесто, хранение занимает очень мало места, потому что хранить свежее тесто это большое количество контейнеров, значит, ловков наших, а замороженное предвыпеченное тесто занимает, ну, в таком холодильнике, значит, может находиться там 300, там, 500, как бы, да, основ коржей так называемых для римской пиццы, ну, и она имеет свою специфику, то есть, такой более легкий какой-то продукт, который очень быстро готовится, ну, и, собственно, идея была в чем, мы создаем очень маленькую кухню, ставим пиццерию на супер трафике, там очень дорогая площадь, маленькая печь, не нужна раскатка, высокая производительность, потому что тебе не нужно раскатывать, начинил, поставил, как сэндвич, как бы, да, приготовить, при этом, получается, если добиться технологии приготовления теста, централизовать это, добиться там качества, то это очень достойный продукт, да, то есть, кстати, все московские премиальные пиццерии на римском тесте, все используют замороженое тесто, кстати, мы, как в России, будучи доступны к концепции, работаем на свежем тесте, а премиальные на замороженном, вот, собственно, вот такая была идея, и мы выбрали город Ханчжоу, потому что у нас уже был там опыт работы, как точку для старта, и решили, собственно, пойти вот в новый китайский поход, да, значит, начать инвестировать, создать свою компанию, у нас не было до этого компании, все наши ребята приезжали, собственно, просто как командировка, и вот мы создаем компанию, сел компанией становится Боржан Садыков, значит, управляющий партнер Андрея Прохоровича в пиццерии в Янтае, собственно, Бао отучился в Пекинском университете, знал китайский, и, собственно, мы начинаем создавать команду, команда постепенно будет расти, вот вы видите, сейчас команду на пике, многих людей вы знаете, значит, потом уже многие присоединялись, когда пиццерия уже была близка к запуску, к открытию, либо, собственно, уже запустилась, вот, но это вот наша пиццерия, наша команда на самом пике, и мы начинаем открывать пиццерию в Ханжоу, собственно, идея была найти помещение на трафике, как мы видели эту пиццерию, смотрите, в мае 2019 года она запускается, и я вам не все рассказал, да, то есть, эта пиццерия должна была быть суперэффективной, на самом деле, все, что мы сейчас, ну, не все, что мы сейчас делаем, но многие там идеи, которые мы сейчас реализуем в кофе, в доноре, в кепстере, они были оттестированы, запущены еще в Китае, идея была в том, значит, что это пиццерия, где 100% заказов производится в онлайне, да, то есть, через специальное мини-приложение в китайском мессенджере WeChat, то есть, ты сканируешь QR-код, у тебя загружается очень быстро, легкое такое приложение, ты делаешь там заказ, забираешь свою пиццу, пицца очень быстро готовится, пиццерия при этом выглядит очень, знаете, так, фани, тренди, то есть, она такая современная, значит, яркая, и не такое, знаете, пафосное, там, вот, итальяна ставил заведение, а такое вот современное, городское, с легким продуктом, с такими фьюжн-рецептами, которые, значит, совершенно китайские, как бы, да, но только все это в форме пиццы. Мы разрабатываем собственный рецепт теста, это вообще китайский проект, я думаю, что для нашей компании должен быть примером, что вообще нет ничего невозможного, да, потому что мало того, что мы запустили там компанию, построили пиццерию, мы с нуля разработали рецептуру теста, вот вы видите Спартака, Спартак запустил Китай, не знаю, там, скажем, там, вначале он не знал китайский, вот, с Викторией, с будущей его женой, значит, БРЦ, производство распределительного центра, мы, значит, готовили там тесто, разработка рецепта, участвовало огромное количество там городов, континентов, собственно, Спартак, участвовал Магомед Костоев, который потом лидировал Донор 42, помогал с рецептом, приезжал итальянский, значит, специалист, из Италии, Циана, который тоже помогал нам, в итоге, мы добились на китайских ингредиентах, на итальянской муке, офигенного, значит, краса, вот видите, какой он прозрачный, собственно, все это замораживалось, поставлялось в пиццерию, в пиццерии все это быстро очень собиралось, вот видите, как компактно все это хранилось, значит, и, собственно, гости заказывали это все через WeChat, разработка WeChat, это такая же история, как и тесто, представляете, что с нуля разобраться в китайской документации, собрать команду, написать приложение, мы нашли разработчиков, да, они как бы прекрасных, собственно, сами погрузились, и создали приложение WeChat с китайским интерфейсом, значит, которое очень быстро работало, и через которое наши гости могли сосканировать в QR-код, заказать пиццу. Дальше мы работали, интегрировались с агрегаторами, то есть наша задача была какой? Зарабатывать на зале, качать бренд, работать с агрегаторами, но за счет того, что у тебя будет качаться бренд, постепенно ты будешь расти на доставке, постепенно, возможно, через какое-то время, значит, запускать свою доставку, но делать ставку, в первую очередь, на присутствие, да, чтобы наши точки как бы работали, чтобы это был такой сабвей, как бы, да, представляете, вот пицца, да, она, причем маленькая пицца на одного, вот, которая начнет работать, открываться, и, собственно, так мы начнем строить бренд. Идея была в том, что компактность, это возможность много точек открывать, сделать бренд awareness, чтобы мы были представлены, быстро, 4-5 минут, это стритфуд, удобно для наших гостей, и просто для управления, значит, это с возможностью масштабировать, да, потому что не надо учить, раскатывать тесто, в принципе, процессы на точке, ну, максимально простые, нет налички никакой, да, все как бы в онлайне. меню, разработали специальное меню, была идея удивлять, чтобы наше меню было инстаграммабл, значит, мы запустили такие здоровые пиццы, практически метровые, да, которые можно заказать, значит, какие-то мероприятия, чтобы ими, опять же, удивляли, как бы, гостей, вот, ну, и вообще, это такой, как мне кажется, уникальный продукт, вот, китайский маркетинг, ну, мы начали серьезно инвестирование, понимали, что этот рынок, ну, вообще, в принципе, любой рынок, это сложно, да, но его не взять, вот, просто так вот приехали на два месяца, с партнерами, которые занимаются еще параллельно другим бизнесом, и вдруг захватили Китай, да, как бы, так не бывает. Начали серьезно инвестировать, вы видите, какие вот уже, ну, это все не делается сразу, да, это все постепенно, то есть, мы постоянно улучшали, анализировали, учились, значит, команда была физически в Китае, то есть, Спартак, Аня Калмыкова, значит, ну, многие там переехали, кто-то в Китае, и был, мы, во-первых, у нас были в команде китайцев, вот, ну, и, собственно, были русские ребята, которые присоединились к нам, уже будучи в Китае, вот, такая вот интернациональная команда, вот, собственно, все это привело к тому, что у нас были достаточно хорошие отзывы, значит, о продукте, мы поняли, что практически сразу, мы поняли, что мы не угадали с брендом, понятно, что мы открывались, любое открытие такое, это версия, когда ты открываешься, ты начинаешь это улучшать, ну, нужно видеть реально, что потребители думают, что они чувствуют, и наша идея была в чем, что мы открываем такую супер, как бы, мы назвали это пиццерию будущего, если помните, яркую пиццерию, знаете, это было наше европейское представление, таком, типа, модном Китае, ну, понятно, что это наше европейское представление, оно не попадало, вот, то, что, как бы, понимают, видят китайцы, да, мы наснимали роликов, как бы, это все, на самом деле, идея реализации вот этой истории с огромными экранами, с мультимедиа, там, контентом, это было тоже один из геройских проектов, потому что мы специально, значит, искали те, кто нам смонтирует эти экраны, там есть специальное программное обеспечение, которое, значит, надо управлять этим, мы записывали вот эти ролики, ну, и, собственно, в итоге получилось так, что эти экраны создавали, во-первых, рябило в глазах, там не хотелось находиться, у нас было представление, что вот нас, допустим, китайцев надо вот удивить чем-то, да, у нас был там диван в виде пепперони, представляете, такой такой жирный, огромный пепперони, вот вы видите, да, на нем сидят на этом диване, что он такой вот, это такой жир, только знаете, что это прям будет инстаграмово, ну, то есть это все в целом смотрелось неплохо, во-первых, эти экраны еще были, от них очень жарко, потому что они очень сильно нагревались, святые экраны, вот, и действительно, в паттерии там находиться было, очень сложно, но в целом мы никого не удивили, ну, то есть в Китае, там как бы, в современном Китае, поверьте мне, даже если я сейчас туда приеду, я там не был несколько лет, то я думаю, что он уже сильно скакнул от того, что там было, да, а те, кто в Китае там вообще не был, то есть, ну, действительно, это очень как бы сильно развитый рынок, вот, и с точки зрения дизайна, рекламы, это супер развитый рынок, вот, ну, вот видите, этот диван в виде пепперони, вот, значит, и мы поняли, что нам нужно, значит, поработать, надо изменение, ну, бренд нужно менять, и мы действительно, серьезно подошли к ребрендингу, вот, Аня Калмакова запустила большой проект по ребрендингу Дудо Пицца Чайна, мы привлекли и российское агентство, и они привлекли китайских партнеров, провели исследования, ну, и, собственно, создали такую как бы гипотезу, любой бренд-платформа, это некая гипотеза, что мы хотим сделать такой бренд, который про удобство, скорость, но при этом про пиццу, которую в Китае все знают, при этом пицца не обязательно, в Китае, чтобы она была как пицца, потому что там самая популярная пицца, допустим, с дурианом, что, в принципе, сложно, она сладкая, но еще, сложно представить, что это, ну, она просто форм-фактор пиццы, при этом мы хотим быть таким ярким, интересным брендом, который удивляет, значит, поэтому вот у нас появилось слово «адвенчерс», что наш бренд такое вот путешествие, как бы ты идешь по такому вот устал, там, Китаю, на работе, там работают тоже достаточно много, и тут, бац, ты можешь попасть в какой-то волшебный мир, где, собственно, можно покачаться на сыре, там взрыв вкусов, значит, наши все продукты удивляют, там, воздушное тесто, значит, и вот, собственно, мы стали строить этот мир, агентство вот привлекло такого китайского иллюстратора, Хао Хао из Пекина, и она вот создала, мне кажется, офигенную айдентику, значит, наш новый мир. Собственно, и все это стали мы реализовывать в упаковке, смотрите, какая невероятная упаковка, в Китае могут напечатать еще все, что угодно, такая вот тактильно приятная, цветная упаковка. Собственно, что мы еще поняли? Мы поняли, что одна пиццерия, это же все равно эксперимент, как бы лаборатория, мы ее открыли, вот, понимаете, мы ее открыли, потратили кучу усилий, а потом понял, что нужно перестраивать, что то, что мы от экрана повесили, это не работает. Наверное, надо было начинать с большим MVP, кстати, всем текущим, будущим слушателям, смотрите, что не нужно думать, что можно сразу все, как бы, да, выстрелить, да, надо начинать с чего-то более простого, с меньше ресурсов потратить, потом начать на практике что-то понимать, а потом уже улучшать, потому что мы-то, получается, сразу хотели там всех удивить, вот, и это, это была, ну, я это признаю, что это была ошибка, но для того, чтобы строить бренд, одного и красивой точки, там, с классным продуктом мало, это очень конкурентный рынок, и нужно думать о том, как этот рынок захватывать, мы поняли, что, ну, без бренда роста нет, то есть у нас было возвратных гостей, но, опять же говорю, рынок настолько плотный, что люди, им понравилось, но они через две недели, там, через неделю забывают, что появляются еще какие-то кайповые истории, нужно постоянно быть, и мы поняли, что нужно строить больше точек, но таких точек, как бы больших, это дорого строить, и мы поняли, наша концепция позволяет открывать очень маленькие точки, мы можем построить самую маленькую кухню, что тебе, ну, реально не надо раскатывать тесто, и мы решили, что нужно, собственно, для того, чтобы нам скейлиться, у нас есть флагман, и нужно создать формат очень маленькой точки, и дальше начать их открывать, и, собственно, мы, мы поняли, что нужно покрытие, да, то есть, чтобы построить, мы решаем, решили запустить маленькую пицерию, Ну, то есть как новый формат. Собственно, и мы это сделали. Кстати, еще, друзья, я могу еще сказать, что все, о чем сейчас рассказывают, перестройка бренда, открытие маленькой пиццерии, это все еще происходит в пандемии. То есть пандемия уже начинается. Она пришла потом к какому-то пику запретов. Но вот мы маленькую пиццерию открывали во времена пандемии. И мы открываем вот такую компактную пиццерию, вы видите, присмотритесь. Значит, это минимальный капекс, при этом там есть столы, это площадь всего лишь 18,7 квадратных метров. Вот вы видите кухню. И это заметная пиццерия с фасадом, с столами, с возможностью заказать через приложение, там чистое, светлое, как бы, да. И мы запускаем такую пиццерию. И стратегия была в чем? Что начать эти пиццерии открывать много. Ну, то есть вот у нас наша стратегия, которую мы разработали, была следующая. У нас есть флагман в центре. И мы начинаем открывать маленькие пиццерии по районам. Мы поделили Ханчжоу на районы. Мы посмотрели, как представлены конкуренты. Вот видите, Пицца Хат, 61 пиццерия. 61 пиццерия в Ханчжоу. 38 пиццерий Муа Пицца. Это совершенно такая, ну, простенькая китайская пиццерия, да, вот, с маленькими пиццериями. Никто не слышал про эту пиццерию, но это одна из крупнейших сетей в Китае. Маргарита пицца, доминос пицца, 17 точек. Вот. И параллельно мы перестраиваем флагман. Вы помните, да, какой он был весь такой яркий? И вот таким он должен стать. То есть вот такой приятный, комфортный, значит, мир волшебной пиццы, да, с таким вот взрывом вкусов, собственно. И вот мы запускаем эту пиццерию тоже в пандемии. Вы видите, насколько она круче стала, да, вот, двухэтажная пиццерия, значит, она начала сразу расти. Мы поменяли там продуктовый маркетинг, экраны, значит, она стала такой более уютной, значит, там захотелось сидеть, там зелень, зелень появилась. Запустили мы ее осенью 2020 года. Параллельно мы улучшали продукты и подачу в зале, то есть мы отказались от коробок, стали подавать пиццу в таких вот железных, значит, подносиках. То есть такое, все это выглядело, это было доступно и выглядело очень fast casual, да, то есть это, значит, вот, это творение Спартака. Мы решили заштыкать такие флажочки, которые там в разные продукты, значит, чтобы подача была очень интересна. Запустили новые продукты в печке, то есть, потому что пиццы для китайцев мало, это и снеки, рис, который запекался с сыром в печке. Собственно, разные интересные рецепты, пицца с кокосом, с персиком, значит, и много чего еще интересного. Вот, в целом результаты, значит, относительно того, что у нас было вот этого в Китае, были по возвратности хорошие у нас, значит, или... Конечно, это не сравнится, там, допустим, не знаю, с возвратностью, которую мы имеем сейчас там в Дринкете, к примеру, да, но все-таки нужно понимать, что это очень конкурентный рынок, и без строительства сети, ну, мы понимали, что там не успеть. И вот, вот самые, там, вот, в 2021 году, значит, мы, в 2020, точнее, у нас было понимание, что нужно привлекать какие-то деньги, инвестировать в этот рынок, что нужно на нем либо начать строить агрессивно сеть, то есть сначала строить бренд в Ханжоу, добиваться там успеха, открывая вот эти маленькие точки, допустим, да, а потом уже выходить в какие-то другие города, думать о франчайзинге, ну, нам кейс какой-то. У нас есть два концепта. Собственно, с преимуществами, которые мы видели, то есть у нас есть ноу-хау, тесто это производить не так легко, да, мы знаем, как его производить. У нас есть, собственно, сложно скопировать нашу систему, приложение, значит, у нас есть как бы команда уже, вот, но есть наша IT-система, которая многие вопросы снимала, но, друзья, к кому-то это приходит, в 2020 году фактически, да, вот, мы понимаем, что с одной стороны запреты в Китае все ухудшаются, и я сейчас не преувеличиваю, то есть физически работать в Китае стало очень-очень сложно, то есть ребята стали из Китая уезжать, допустим, ну, какие-то там, невозможно в Китае постоянно быть, есть семьи, значит, а вернуться невозможно, то есть чтобы вернуться, нужно отсидеть месяц карантина, вот вы видите, какой-то момент на последний самолет запрыгнула Аня, Коля, значит, Бурдин, Аня Калмыкова, и улетели в Китай, и вот они сидели там, если не ошибаюсь, там, практически месяц в коллексе, там, день рождения встречал, как в одиночных камерах, то есть вот, там все очень жестко в Китае, в какой-то момент вообще запретили въезд, это, ну, первая, как бы, очень серьезная штука была, развивать таких условий бизнес было почти невозможно, но и стал такой важнейший стратегический вопрос, Китай или Великобритания, об этом я говорил уже на предыдущих лекциях про стратегию, значит, и, ну, наверное, это было для меня, честно скажу, одно из самых сложных решений в бизнесе, потому что я сам лично и вложил огромное количество, там, души, энергии в этот проект, команда вложила, значит, и мы видели, насколько все, как бы, классно мы сделали, от приложения до продукта, до концепции, и нужно принимать решения, но бизнес – это такая вещь, интересно, что решения нужно принимать, и после нескольких бессонных ночей все-таки я понял, что нужно выбирать и сказать нет, и мы выбрали Великобританию и приняли очень тяжелое решение закрыть Китай, собственно, в апреле 2021 года мы объявили о том, что уходим из Китая, уходит наш корпоративный бизнес, да, то есть мы закрыли корпоративный бизнес, мы закрыли пиццерии, значит, но наша пиццерия в Янтай продолжила свое существование, и только в июле 2023 года, то есть в этом году пиццерия в Янтай, она закрылась, то есть она продолжала держаться, вот видите, ее продажи, да, вот они все падали, 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 в какой-то момент они перестали вносить данные агрегаторов, продажи, на самом деле, чуть выше, чем на этом графике, это данные из нашей системы, вот, но в итоге без поддержки, без как бы перспектив развития, которые не решили закрыться, вот, то есть июль 2023 года, это точка, вот, в каком-то, может быть, первом томе нашей китайской, как бы, истории, что, такие вообще инсайты и выводы, хочу поделиться вообще, что является вообще фактором успеха на рынке, надо понимать, что Китай, это, ну, компании, которые работают только в Китае, могут быть, там, единорогами, им не нужно ничего, кроме Китая, то есть это, в Китае можно построить бизнес, который будет больше какого-то глобального бизнеса, и если идти в Китай, либо это какой-то очень крупный партнер, либо, может быть, компания должна дорасти в плане масштаба, чтобы выходить на такой рынок, ну, то есть, у нас должно быть больше людей, больше ресурсов, мы можем позволить себе, там, не знаю, больше команд, и это так же, как мы выходили в Москву, когда мы в Москву выходили, я понимал, что если мы подойдем к этому, условно, снаряду, еще не будучи готовы, то мы, второй шанс не будет, нам все скажут, вы не смогли, модель не работает, и нам нужно было дорасти до определенного размера, и я прям тормозил, уверен, что мы пока не выйдем, ну, то есть, вот, плавно говоря, вот эту кнопку пуск, что можно выходить в Москву, пора, мы ее очень долго, как вы, ждали, экономика на копии, и вот, Китай, это еще понятно, что еще больше рынок, да, вот. Ну, что является, и поэтому, ну, мы на него вышли, мы получили этот опыт, какой вот, что является фактором успеха, смотрите, модель, то есть, что первично в успехе, стратегия, как развиваться, партнер или ресурсы. На самом деле, идеально, чтобы все вместе, да, это все элементы, ну, как бы, вот, успеха. Иногда неподходящую модель может компенсировать большое количество ресурсов и крутой партнер, но, конечно, будет круче, если модель будет под рынок адаптирована или в процессе адаптируется, вот. Иногда там супермодель, есть ресурсы, и неудачная стратегия полностью решает, ну, как бы. Но самое главное, что это большая длинная история, чтобы выйти на такие рынки, нужно строить команду, нужно быть готовым инвестировать долгую. Если ты, словно, хочешь пойти на рынок с миллиардами, ну, там, миллиард долларов, тебе нужно быть готовым, ну, инвестировать, там, 10 плюс лет, 10-15 лет, там, ну, вот. Ну, в целом, и компании это и показывают, как бы. Ну, может быть, как бы, когда-то Китай станет для нашей компании, там, для какого-то поколения, там, да, целая история, ну, то есть, типа, выход, развитие в Китае. Ну, вот. Ну, поэтому все вместе влияет, и наша попытка была, конечно, здесь, смотрите, хак на трендер с помощью модели партизанской. Мы надеялись на ресурсы. И в целом, к вопросу, могли ли бы мы добиться успеха в Китае? Я отвечу, ну, на основе своего опыта, конечно, я верю, что мы могли добиться успеха, если бы мы продолжали, да, то есть, вот, мне очень нравится фраза сэра Уинстера Черчилля, о том, что самое главное, надо бороться, идти. И в этом и есть, как бы, ну, наш продукт в целом, да, это не то, что мы знаем, что это нужно людям. Дальше вопрос постоянного улучшения, стратегии, научного подхода в улучшении, как бы, да, креатива и обратной связи от рынка. И вот этот луп сделали, посмотрели, запустили. И время это точно может привести, как бы, к успеху. Я уверен, что если бы мы, ну, как бы, прям решились, что мы там сфокусируемся, ну, я думаю, что точно, мне бы точно в тот момент надо было переезжать в Китае, то шанс у нас точно был, потому что, ну, модель, я думаю, что в ней был заложен потенциал. Ну, самое главное, что хочу сказать, это было сложное решение, но все не зря. Это знание, это наш опыт, и, как я уже говорил, что без каких-то наших историй кейсов не было того, где мы сейчас находимся. Ну, вот, и все это некие, как бы, кирпичики, которые создают сегодня и настоящее, и будущее. У меня все, спасибо. Вот такая, как бы, история про Китай, пусть она останется на YouTube. Спасибо большое. Да, друзья, у нас, я думаю, что есть минут 10 на вопросы, чтобы совсем всех задерживать. Поэтому, если еще у вас остались вопросы по Китаю, welcome. Да, 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 у нас вопросы с зала, да, только громче, громче говори. Да, я хотел уточнить, спасибо большое, было очень интересно. Я хотела уточнить по поводу деталей менталитета, которые были выявлены на вот этом втором этапе, когда была проработана вторая концепция. Вот какие детали менталитета китайцам были выявлены, благодаря которым, ну, чуть была скорректирована концепция, или прямо каких-то принципиальных отличий? Ну, смотрите, вот, каких-то хаков таких, что есть какой-то менталитет, и ты его понял, и что-то резко поменял, и у тебя все поперло, такого ни на одном рынке нет. Это всегда маленькие какие-то улучшения, и все, в принципе, достаточно, ну, простые, понятные вещи, там, вкус, допустим, ну, это никак не связано с менталитетом, вот, условно, китайцам вот это нравится, вот это не нравится, это просто нужно на практике постепенно. Дальше вопрос, там, коммуникации, допустим, в маркетинге, значит, мы начали делать рекламу с китайцами, то есть у нас была Пэти, китаянка, у нас, значит, еще был там ряд китайских сотрудников, которые как бы делали, вот, ну, и то есть вот каких-то таких вот, знаете, что вот китайцы как-то там фундаментально отличаются, такого нет, ну, просто чувствовать рынок, понимать, что ты в конкурентной среде, ты даже когда там находишься физически, ты понимаешь, и понимаешь, что тут столько классных брендов, и ты вот это сделал, ты понимаешь, блин, это точно не будет востребовано, потому что есть высший уровень. Просто осознание этого уже тебе какую-то планку повышает, вот. Ну вот. Спасибо большое. У нас много вопросов из зала. Ваня сейчас. Да, Федор, я хочу перекинуть мостик на Дубай, вот, и спросить, что из китайского опыта можно принести удалить, может быть, уже переносится. Вот, и второй мой вопрос, это, ну, ты сказал, что Китай – страна победивших агрегаторов, но еще и страна победившего Вичата, вот, у нас сейчас тоже мессенджеры, но они и тогда были сильные, но сейчас они еще сильнее становятся. Может быть, мы и с того опыта можем что-то уже сейчас в наших мессенджерах реализовать? Ну, смотрите, у наших мессенджерах на текущий момент нету такой платформы для создания мини-приложений. Все-таки Вичат, там он заменил с собой даже немножко Apple Store, у них очень много маленьких микро-приложений. У нас такого нету пока, не знаю, Телеграм может сделать. Вот, по поводу опыта, смотрите, ну, вот, я на предыдущих лекциях по стратегии говорил, что, друзья, давайте забудем про римское тесто, потому что здесь еще общая стратегия. Чтобы нам глобально преуспеть, нам все-таки нужно сфокусироваться на какой-то технологии, потому что хорошо там, где нас нет. У любой модели есть свои преимущества и недостатки. И когда ты чем-то занимаешься, тебе кажется, что там-то все типа круто. Но это, как правило, в большинстве всем иллюзий. Почему? Потому что, допустим, даже у римского теста, у него много подводных камней, которые мы не знали, допустим, оно дорогое, высокая себестоимость. Оно, допустим, тоже там есть вопросы стабильности качества, что там может быть оно резать не оба, оно может быть жестким и так далее. Что касается моделей, смотрите, мы многое еще используем. То есть сейчас в Дубае проектируются пиццерии с умной выдачей, с киосками. То есть мы все равно идем. Некий, смотрите, тут можно сказать, что такое некий фастфуд будущего, да? Или там QSR будущего. Что такое QSR? Это не обязательно, то есть есть ярлык там, фастфуд это типа плохой продукт. Он создан там в 80-е, когда компании пытались там снижать себестоимость постоянно ниже, 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 ниже. В итоге начали картон продавать вместо еды. Но это же не обязательно, это же просто массовое производство еды, инженерным подходом. Это не означает, что еда плохая, как бы, да? И стуль QSR будущего это хороший продукт, все очень технологично и очень удобно. Convenience, то есть это, почему туда пиццу выбирают в России? Потому что знаешь, что привезут быстро, что все классно работает, все как бы, она везде, это очень удобно. И нам нужно также в Дубае говорить, в Дубае достаточно ресторанов, нужно быть самым удобным. То есть у нас и доступно, удобно и доступно. То есть Дубай дорого, все, ты пришел, получил классный продукт, доступно. И у тебя вот киоск, вот ты забрал, ты понимаешь, что ты не планишь официанту, и, собственно, при этом сам продукт, ты видишь, из чего делаешь, все там безопасно. И в целом вот этот подход, что нам нужно идти в какой-то инновационный такой, развивать будущее, ну это развитие Китая в том числе. Вот, поэтому, ну то, что сейчас проектируют, понятно, что сейчас проектируют примерно как в Китае, потому что мы же проектируем, еще не запустившись. И нам дальше нужно будет постоянно улучшать. Вот, это, кстати, важно очень. Спасибо. Еще? Давай, ты микрофон включи, а я выключу. Значит, вопрос про бренд. Вот, ты о нем вообще ничего не сказал, но китайцы же любят известные бренды, если они западные, либо, как бы, есть очень много китайских внутренних сильных моделей, да? И вот ты за счет, ну вот, перечисления этих факторов, которые могли бы рынок взломать, про бренд вообще ничего не сказал. Вот, не кажется ли тебе, что бренд намного даже важнее вот всех тех факторов, которые ты перечислил? Отключи, да? И звук выключи. Ну, как я ничего не сказал, я рассказывал пол презентации про бренд, что мы запустили с одним видением, такой, типа, там, фьючер, пиццерия фьючер, да? Там, типа, а-ля из фильма Blade Runner 2033, там, насколько там. Ну, смотрели, да, про постапокалиптический мир, там, вот. В итоге мы и поняли, что это не работает, и нужно такую кавайную, мимишную, как бы, пиццерию сделать, с воздушным миром, там, это есть бренд. Ну, как бы, скажем так, это еще не бренд, вот, но мы над этим как раз работали, как нас воспринимают, вот это, это важно. Вот, теперь смотри, по поводу, ты говоришь, самый важный бренд. Друзья, ну, вот, я попрошу вопросы сохранить на, наверное, на, 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 на видео, на видео, на ютуба. Ремарка на китайском. На китайском. Смотрите, бренды, они не появляются из космоса, они строятся. Все, что было сейчас, сейчас есть бренд, было когда-то не брендом. Бренд – это то, что люди в голове знают. Чтобы был бренд, нужно открыть много точек. Может быть, единственный бренд, который в Китае знали до того, как он пришел в Китай, и то я сомневаюсь. Я сомневаюсь. Это Макдональдс, это тоже нет. Китаец живет в своем мире, он не знает, что происходит на Западе. Мы не знаем, что в Китае, вот реально, они не знают, что там. Никто, ну, скорее всего, 99% не знал, что такое Макдональдс. Ну, тем более, Макдональдс вышел, когда там Китай был, после китайской, после Мао Цзэдуна, там Дэн Сяопин, там все там, ну, то есть там вообще было разруху, как бы, да, и вышел Макдональдс, с пицца хата. Они начали строить бренд. И поэтому наша задача была создать сначала модель, которая будет, знаете, как вот живучая. Она будет, ну, визуально ты будешь понимать, что да, это что-то, блин, это что-то не местное, что-то прикольное, там, может, корейское, там, да, потому что мы, нас не воспринимали, как западный запад, потому что у нас логотип даже такой, вот, кавайный, там, вот, птичка. Это очень на китайский похоже. Что, вот, но они видят, что по качеству дизайна, что это явно что-то прикольное, ну, по продукту, там, да, а дальше нужно уже бренд построить, его нужно создать, открыть много точек, тогда он появится, тогда будет бренд. Он сам по себе не работает. Не бывает такого, что у тебя одна пиццерия, бац, ты там хайпанул, и у тебя там как бы этот, но это только случайности какие-то там, когда этот, тиктокер какой-нибудь снял там что-нибудь. Да, просто проявился, ну, как не теряйся, и не теряйся. Ну, еще проще, концерты очень много, и даже если... так это, это решается, чтобы не теряться, это решает не яркий бренд, это решает присутствие. Понимаешь, вот у меня там есть слайд, где вывески китайские, там, то есть там взрывается мозг, тебе нужно просто постоянно, потому что вы вывеску видели, а чтобы ты постоянно твой вывеску видели, тебе нужно либо открыть кучу точек, сначала убыточных, значит тебе нужно либо иметь много денег, а нужно иметь много денег, и верьте еще, что это потом срастет, либо тебе нужно создать концепцию, которая сразу более-менее будет, ну, как работать, у тебя потом откроется много точек, они все соединяются, в головах людей появится бренд. Вот. Просто есть еще вот эта плоская стратегия строительства бренда. Это то, о чем я много раз говорил, что мы, когда вышли в Москву, первые пиццерии наши, никто их знать не знал, о них была выручка низкая, но только того вот открытия, быстро, большого количества пиццерий позволило создать бренд. И сейчас кто-то в России бренд, ну, и дальше федеральная реклама, и все такое, сейчас новый мир. Но на новых рынках это нужно сделать заново. Либо там есть партнер, который говорит, ага, вы построили в России, вы построили там-то, я сейчас ложу 10 миллионов долларов, и у меня все будет. Когда-то будут такие партнеры, тем более, когда мы в Дубае еще присутствие сделаем. Вот. Либо надо вкладывать, ну, как бы кому-то. Так, давайте из онлайна сейчас. Макс. Да, привет, Федор. Спасибо за детство. Такой вопрос простой. Ты сказал, что, как вывод, что выходить в Китай, надо, когда мы станем больше, богаче и так далее. Ну, вот как тебе кажется, насколько примерно надо стать больше и богаче в людях, в деньгах, чтобы мы смогли, как бы, сделать еще следующий заход? Ну, смотрите, я мечтаю о том, чтобы компания наша существовала там десятилетия, и я думаю, что у нас только все начинается, и нам, мы действительно на международном рынке, мы стартап. Наши успехи сегодня на международном рынке, это такие начинающие, начинающие прям этот, и нам нужно, ну, у нас есть стратегия, через Дубай, сделать такой продуктовый скачок, дальше, значит, какие-то еще рынки, и в какой-то момент иметь ресурсы людей, чтобы действительно выходить снова. То есть мы еще, с точки зрения сравнения с западными теми же там компаниями на нашем рынке, мы еще малыши, ну, как вот, и по количеству людей, и по прибыльности. Вот. Нужен ресурс серьезный, да, чтобы мы там, окей, мы готовы выйти в Китай, давайте бахнем в Шанхае, значит, в самом центре, бахнем как флагман. Да и все равно, что он будет убыточным, но вот мы пока так не можем, понимаете, там, 10 миллионов долларов вложить, допустим, а западные бренды так выходят сейчас, они там берут и открывают, допустим, но надо как-то работать, расти потихонечку, когда-то это будет. Есть стратегия? Мурат, у тебя был вопрос? у нас примерно тот самый. Понял, понял. Да, спасибо. Ну что, вот такая лекция про Китай, значит, спасибо, кто был, надеюсь, было интересно, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok